В Дагестане бунтуют. Кто защитит причерноморских и ростовских армян от частичного геноцида? В Дагестане состоялись акции протеста против мобилизации. Жители села Индерея перекрыли магистраль Хасавюрт Махачкала. Из этого села были призваны 110 мужчин. Полиция стреляла в воздух и пыталась разогнать участников акции. Акции протеста состоялись и в Махачкале. Полиция и здесь пыталась разогнать собравшихся, но участники акции вступили в потасовку с полицейскими. В акциях активно участвуют женщины и дети, которые перекрывают путь полицейским машинам. Организаторы акции обещают продолжить митинги и в последующие дни, сообщают местные правозащитники. Акция протеста состоялась вчера еще в одной этнической республике, Якутии. Ларагир неоднократно обращался к вопросу о том, что войну с Украиной Кремль использует для решения внутренних проблем и отправки на фронт населения и потенциально сепаратистских регионов. Еще до указа Путина о мобилизации в этих регионах осуществлялся массовый призыв, и мобилизованных отправляли в самые горячие точки. Одной из мишеней, объявленной 21 сентября, частичной массовой мобилизацией стали армяне, проживающие в РФ около 4 миллионов. Армян, особенно в местах компактного проживания, стали для Кремля предметом серьезной озабоченности. Несмотря на полнейшее бесправие, 4 миллиона армян в принципе способны взять на себя управление последующим ходом российской истории, учитывая неизбежные развития в этой стране. Информации, поступающие из армянонаселенных пунктов РФ с первого дня мобилизации, напоминают ситуацию 1942-43 годов. Тогда по итогам призыва из Армении, включая на Хедживан и Арцах, было отправлено на фронт 600 тысяч армян. Они были брошены в самое жерло смерти под Кирчев, Харьковом и Ростовом. Это было спланированное продолжение геноцида 1915-23 годов. По иронии судьбы сейчас армянских мужчин бросают на смерть в тех же направлениях. Развернутая на юге Кавказа антиармянская кампания в рамках плана Лаврова требует соответствующих действий и на территории РФ. Дагестан, Якутия, другие регионы сопротивляются. Кто защитит причерноморских и ростовских армян от частичного геноцида?